Совсем скоро этих мальков ожидает абсолютно другая жизнь, ведь сегодня здесь, в районе Стрелки, происходит их очередной выпуск воды Волги. И, кстати, это мероприятие является компенсацией за реконструкцию моста через Которосль. Речь идет о реконструкции моста, соединяющей центр с Красным Перекопом. Объект был сдан еще в прошлом году. А ущерб, причиненный экологией от его строительства, выраженный в количестве водных биоресурсов, возмещен только сейчас. Это количество указывается как по видам, так и по навеске обязательно. Оно должно соответствовать приемным емкостям. То есть есть такое понятие, приемная емкость водоема – это количество рыбы, которое наука рекомендует выпускать конкретного вида в конкретный водоем. Перед тем, как отпустить мальков Стерляди в свободное плавание, был произведен строгий подсчет массы, чтобы ее реальные показатели совпадали с заявленными. Масса – 240 грамм, считаем. Выпуск мальков на волю – вполне привычная практика для многих организаций. Этот вопрос, к слову, поднимается в самом начале строительства или реконструкции больших объектов. Заложено в смете и, соответственно, в прошлом году у нас аукцион не состоялся, потому что не было претендентов, кто возьмется выпустить. И, соответственно, перенесено было это мероприятие на этот год. Стоит отметить, что вылавливать стерлядь в водоемах Ярославля запрещено законом. В противном случае это карается лишением свободы сроком до двух лет и крупным штрафом. Никита Белохвостов, Антон Комаров. День в событиях. Никита Белохвостов, Антон Комаров. День в событиях. Никита Белохвостов, Антон Ком工щик находится в ​​end 모습. Продолжение следует...